Ну что, это телекомпания RTVI, мы работаем в прямом эфире программы «Сомнения». И тема обсуждения сегодня – «Конституция и закон Божий допустимы для существования государственной религии в демократической стране?» Задаемся вопросом мы. И вот по последним нашим данным социологического опроса у нас на страничке, 19 считают, да, допустим, а 81% нет. Ну, в принципе, цифры у нас не сильно меняются. Зрители и пользователи социальных сетей считают, конечно, что недопустимо. Но, друзья, очень многие пишут у нас в социальных сетях о том, что вера человеку просто необходима. Если ее не будет, то он потеряет нечто совершенно важное, самое важное для духовности. Вот. Вадим, Вадим, наверное, согласен с этим. Да, безусловно. Это мое даже кредо, можно сказать. Я не хочу изображать из себя ни пророка, ни спасителя. Но достаточно посмотреть на историю человечества. Технический прогресс – это замечательно. Наука – это замечательно. Мы теперь, по сравнению со всеми прошлыми поколениями, мы живем богаче, у нас больше здоровья, мы живем дольше. Все хорошо. Но счастливыми людей ни наука, ни технический прогресс не сделали. И вот тут как раз должна выступать. Вот поэтому нужна человеку вера в бога, поэтому нужна человеку даже официальная, может быть, религия. И вот эту роль должна взять на себя церковь. И, к сожалению, пока что она с нею не справляется. И я надеюсь, что если провести реформу церкви, то, может быть, что-то изменит. Слушайте, вот в Твиттере наши пользователи пишут нам после слов Вадима как раз о том, что в Америке есть проблемы, например, с капелланом, приходящим в Конгресс каждое утро. Вот приводят нам цитаты из отцов-основателей. «Правительство Соединенных Штатов Америки ни в какой мере не основано на христианской религии», – сказал Джон Адамс. «А способ видеть руководство с верой – это закрыть глаза разума», – Бенджамин Франклин. «Библия – не моя книга, христианство – не моя религия», – Авраам Линкольн. «Я добавлю, что вот от себя, мне кажется, верить надо, но не лезьте со своей верой в политику. И оставьте каждому из нас право жить так, как мы считаем нужно. Вот и все». «Но ты немного наивен, Роман, все-таки, я считаю, потому что политика и церковь всегда были связаны, как успел заметить Вадим, и от этого, мне кажется, никуда не уйти. Тут главное правильно все это балансировать и не уходить в крайности, как мы уже тоже успели заметить». «Мы в 21 веке, не в 18. Но есть какие-то вещи, которые не меняются. Друзья, по данным социологов, 46% россиян полагают, что в России уже есть государственная религия. Причем 44% считают, что такой религией является православие. 56% убеждены в особой роли православия в судьбе страны. В принципе, это достаточная степень доверия. Напоминаю, что мы в первую очередь опираемся на активность пользователей соцсетей. И вот новость, вызвавшая бурю эмоций в интернете, она свежайшая. Председатель миссионерского отдела Томской епархии Максим Степаненко предложил называть матерным словом на букву «Б» тех, кто живет во внебрачном сожительстве или воспитывает детей, рожденных вне брака. То есть, одиноких матерей, проще говоря. Кроме того, по его мнению, нецензурным словом можно называть также всех, кто состоит в гражданском браке. А мальчики, воспитанные матерью без отца, имеют склонность к гомосексуализму. Вот подобных, с позволения сказать, сверхбредовых идей. И боятся те, кто выступают против сближения церкви и государства. Боятся и пьяных попов, изъезжающих на бешеной скорости на дорогих автомобилях, и церковной жадности, столь несовместимой с библейскими заповедями. В общем, церковь далеко не всегда служит примером нравственности. Впрочем, от истории с томским миссионером РПЦ в срочном порядке открестилась, а вменяемые священнослужители публично предали анафеме господина Степаненко. Друзья, эта история, она сейчас в топах, ее обсуждают все, кому не лень, но все священнослужители, так или иначе появляющиеся в средствах массовой информации, уже заявили о том, что это полный бред и этот человек просто болен. Совсем другим примером всему миру служит гораздо более популярный священнослужитель Папа Римский Франциск, назван журналом «Тайм» Человеком Года. Ряд высказываний и решений понтифика для католической церкви с ее изрядно потрепанной репутацией, революционной, он совершеннейший либерал из человека-люб, и дорогой автомобиль, папа-мобиль, Франциску не нужен. Все это доказывает, что авторитет церкви и конкретных ее представителей в современном мире могут быть крайне внушительными. Дело лишь в том, что миссия церкви – служить моральной опорой, источником нравственности, но не в навязывании своих правил пастве, уставшей от всяких правил. Не бойтесь сомневаться, мы найдем ответы, завершаем программу, остаемся в сети, это РТВА, пишите нам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова